здравствуйте друзья сегодня в таком спокойном режиме за кружечкой чая хотел поговорить о такой очень значимый для многих туристов теме как медведы меня очень часто спрашивают и я долго долго дозревал до этого ролика вот дозрел но наверно это будет не столько разговор об там правильном поведении хотя по сути своей какие-то общие моменты я обязательно укажу о при встрече там до животным или как его избежать но скорее разговор опять о проблемах туризма вот и давайте попробуем с этим немножко разобраться медведь наверное можно сказать что это культовая фигура культовая фигура для каждого из нас ну или для многих из нас и для туриста и просто для жителя нашей страны то есть культовая вот прямо совершенно таки в прямом смысле слова иногда то есть в прошлом в действительности это действительно было в прямом смысле культовая фигура и мы видим некие отголоски даже в названии вот смотрите у нас табуированное звание мы называем медведем то есть мы пытаемся не назвать его настоящим каким-то именем каким-то словом которым назначается мы говорим про него стороной это тот кто знает где мед и самое интересное что даже вот в современной жизни несмотря на то что мы медведю уже явно не поклоняемся не считаем его своим первопредком тем не менее люди кто охотники или живущие просто близко к природе люди стараются его прямо не называть даже вот этим словом медведь и там называют там хозяином называют там еще как-то у нас даже был такой случай когда мы ночевали у на ореди же берега а потом поднимаемся наверх через деревню проходя и к нам подходит мужчина и говорит там типа а ребята это вы стояли ну то есть видно что они нас наблюдали из окон да вот палатки а вы знаете туда баба ходит с меховым воротником с внучками и мы такие какая баба мужик там у вас комары мошка и ласточки больше ничего никакой бабы не видели а он смотрит на нас ну городские идиоты не понимают ну там баба с меховым воротником ничего не понимаете не медведица туда ходит с медвежатами а вы туда встали значит вот действительно вот фигура очень непростая мало того мы сами в принципе себя часто ассоциируем с медведем заметьте да то есть есть такие какие-то картинки патриотические где там фигура в звериная фигура в футболке с российским флагом с рожей медведя это очень часто встречается и как-то это ну действительности ассоциируется и люди ассоциируют с медведем просто символ страны в плане такой своеобразной доброй силы доброй мощи вот но самое интересное что и всем миром тоже наша страна ассоциируется с медведем правда там совершенно другие континаминации там такая в общем скорее агрессия и коварство то есть медведь такой такая фигура значительно менее позитивная чем в нашем таком в нашей сфере представлений и я могу даже сказать что один мой знакомый написал целую книгу которая называется россия как медведь в которой анализировал изображение россии в виде медведя в карикатурах там 18 19 начала 20 веков это очень интересная тема которая показывает насколько фигура медведя для нас важно туристы и медведь несомненно это тоже масса мемов масса шуток масса карикатуры анекдотов и карикатуры анекдотов где туристы выступают так или иначе жертвой медведя в том или ином плане и даже скорее обычно завтраком медведя да такой своеобразный завтрак туриста и наверное это опирается на то что у нас в принципе медведи это такой большой страх туристов и люди их боятся когда когда отправляются на природу и в походы и наверное это правильно потому что действительности зверь не самый безопасный и бояться его нужно и важно но есть люди которые боятся как-то готовятся а есть люди которые боятся и при этом страх их парализует или наоборот они вообще отталкиваются от туризма я боюсь я боюсь медведей я боюсь змей я никогда не пойду в поход туда где ни медведи ни змей никогда отродясь не было по этому поводу есть у меня несколько историй одна история это экспедиция достаточно далекая куда но в принципе стоявшая рядом с деревней куда поехал не только я там была достаточно большая взрослая компания поехал мой одноклассник с супругой он военный у него значит пистолет и вот когда мы отправляемся на раскопки там где-то километра три он отдает своей супруге которая остается как бы смотреть за лагерем этот пистолет говорит если что значит обороняйся ну и мы возвращаемся с раскопа и сидит она такая с пистолетом и такая типа там там в кустах уже давно медведь сидит рычит вот вот да и в это время из кустов так и соседней деревне корова пришла и шарилась по кустам ну а другая история у нас есть участник клуба который вот перед каждым походом куда бы ни шли мы в петергоф не знаю там еще куда-нибудь места где вообще но никаких медведей быть не может быть по определению он подходит ко мне и официально так вот спрашивает так скажи а чё там с медведями а как там вот медведи вот а потом выяснилось что он с дальнего востока и там в принципе очень важно все время мониторить вопрос где как медведи чего как то что их там очень и очень много это важно ну и самая главная мысль которой я пришел готовить к этому видео это то что мы наверное с такими прекрасными зверями интересными могли бы жить в относительном мире а мы сами приводим к своими необдуманными действиями к тому что происходит множество несчастных случаев с людьми которые сталкиваются с медведями и в чем здесь проблема проблемы я бы сказал что их две первая проблема это мусор и остатки питания остатки еды я бы даже честно говоря договорился со всеми медведями сообщества медведей чтобы они съедали всех тех туристов которые мусорят эта шутка вот но в действительности это очень важно потому что когда люди выкидывают мусор необдуманно и остатки еды и медведи прикармливаются то с одной стороны они привлекают медведей да вот они выкинули естественно это притягивает зверей зверь чувствует это как добычу свою и когда потом люди сталкиваются с ним он может проявлять агрессию защищая эту свою добычу и что грустно вот люди необдуманно выкинувшие мусор они могут уехать из леса до том туристы которые не выкидывают мусора которые ведут себя правильно сталкиваются со зверем который кормится стоянки то у нас как правило на одном и том же месте вот и люди могут столкнуться и стать жертвой зверя то есть фактически они стали жертвами тех туристов которые выкинули мусор и это очень грустная история и это большая проблема ну а вторая проблема я условно ее называю идиоты да то есть помимо того что люди выкидывают мусор мне всегда кажется что это какие-то примерно одни и те же люди и и объедки да а есть люди есть люди которые кормят медведей когда они появляются рядом пытаются дать пендали медведям пытаются там еще как-то с ними вступать в контакт и ну вот особенно по пьяному делу и youtube полон такими роликами и это очень грустно потому что опять же ну с одной стороны ну да действительно если он разозлил зверя и зверево скушал то наверное в принципе он сам себе и злобный бурати ну опять же и кормив до останавливаясь на какой-то стоянке подкармливая медведя люди подвергают опасность не только свою жизнь но и жизнь других людей недавний случай с нападением медведя на вахтовиков кстати тоже мог быть вполне связан и с при подкормкой какой-то с какими-то объедками выкинутыми а с другой стороны может быть это был шатун поскольку это был уже ноябрь ну и давайте немножечко про правила во первых выпущены очень интересные и яркие инструкции и я прикладываю ссылочку и прикладываю саму инструкцию сюда которые кратко описывают правила поведения во вторых я адресую вас к прекрасным лекциям михаила кречмара он биолог он долгие годы работал в заповедниках и он сделал несколько лекций по медведям и это тоже очень и очень важная информация объемная которая позволит нас вам понять я в этом смысле не специалист и могу только говорить о самых принципиальных вещах да то есть мы говорим о том что мы не оставляем остатков еды мы говорим о том что мы храним еду так чтобы она не стала добычей медведя да то есть это либо где-то выше это прежде всего касается медвежьих регионов до таких где очень много медведей но в принципе нужно так хранить еду у нас например на кавказе еду таскали шакалы поэтому тоже неприятная история хоть и не съедят тебя то есть хранить еду определенным образом чтобы животные к ней не могли добраться иногда если это сложный регион переносить еду так чтобы к ней животные не могли добраться то есть специальные есть да вот в америке часто там возникают вопросы когда туристы проходят через национальные парки достаточно жесткая дисциплина есть специальный биркен да где еда содержится специальная баночка и может даже инспектор пройти посмотреть что у вас именно так и хранится и да что вы ее открыто и не держите это для того чтобы не привлекать зверя но и при движении нужно естественно производить как можно больше шума петь песни звенеть там колокольчиками повешенными на рюкзак и вообще грустеть палками под ногами в общем все чтобы производить такой шум который бы отпугивал зверя и в действительности вы может быть и встречались за зверем но просто он услышал вас и не встретился и обошел вас ему тоже в общем на это обычно не хочется ну и давайте пару слов про средства защиты самым явным самым эффективным одним из самых эффективных является перцовый спрей да и это очень важное словосочетание перцовый спрей потому что у нас последнее время наша промышленность в связи с тем что в россии очень зарегулирован выпуск вот подобных средств в том числе перцовых выпущено несколько фальшивых таких такие вонючки то есть там реально написано что это там против медведя или против диких зверей а внутри там вонючка без перца и вот мне кажется что ее эффективность будет чрезвычайно низкой по сравнению с перцем а вот как раз перцовые баллоны ну видимо мы ориентируемся на перцовые баллоны иностранного производства специального сделаны для отпугивания медведей большого размера как правило они похожи на маленький огнетушитель вот эти баллоны как правило показывают свою эффективность по крайней мере не ниже чем огнестрельное оружие потому что огнестрельное оружие нужно еще успеть применить и там есть свои всякие вопросы вот вообще нужно сказать что грустная история потому что даже если вот принципе прикормили люди медведя потом он на кого-то напал потом медведя тоже скорее всего убьют вызовут охотников и убьют потому что ну как бы люди боятся что медведь напавший на человека будет и дальше нападать на и поэтому скорее всего его убьют и получается что те люди которые прикормили выкинули мусор они виноваты и в гибели людей и в гибели животных вот так что в данном случае здесь еще и животное ну почихает и уйдет все не кончится его гибелью поэтому вполне гуманная история но есть еще один нюанс с баллонами то есть мы выбираем какой-то вариант перцового баллона большого объема большой мощности но нам нужно учитывать что его совсем нельзя возить в самолете поэтому вот здесь возникает серьезная проблема потому что если вы едете на автомобиле или выходите сразу на какой-то маршрут и у вас есть этот баллон то пожалуйста а если вы летите самолетом то извините придется покупать на месте никаких вариантов перевозки насколько я знаю не существует что делаю что делать дальше да понятно что если вы прилетели какой-то такой горный регион не знаю там на кавказ красную поляну и отправляете через через красную поляну куда-то то вы наверное можете там в каких-то магазинах найти туристических этот спрей и кстати фальшвейры потому что фальшвейры тоже могут быть эффективным средством отпугивания медведя отлично если вы прилетаете в какой-то регион вроде бы медвежий но там может быть достаточно глухой можно не найти таких нужных вам баллонов и фальшвейров это проблема и поэтому если кто-то вот летает часто там на камчатку на кольский напишите пожалуйста комментариях как вы решаете эту проблему насколько я знаю статистику массовых нападений на территории нашей страны животных на туристов нет и большинстве случаев эти нападения являются результатом необдуманных действий самих туристов и точно то же самое можно сказать про регионы то есть есть определенный регион где действительно очень много медведей вот но во первых вот например на кавказе материалы кавказского заповедника о том что у них медведи как раз они хорошие они у нас не очень агрессивные они редко нападают вот камчатка кольский полуостров да там нужно готовиться больше но существует вероятность что если вы будете путешествовать по другим регионам вы никогда медведя и не встретите так случилось и со мной вот за 30 лет путешествий я так лично и не встречался но правда были случаи когда вот у нас многородской области раскопки под старой руссой и там действительно жил рядом медведь мы когда еще заходили от трассы в лагерь руководитель экспедиции показывал следы пребывания медведя да там развороченные муравейники еще какая-то в общем какашки все это вот прям видно что медведь рядом вокруг лагеря все время ходит забавно вот но я так и не увидел сколько мы там два раза по месяцу жили но один наш участник говорит что встретил была такая история он пошел деревню за продуктами за кавтолавки и обратно возвращается с глазами а типа я медведя видел я говорю ну ну рассказывай как 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 было все расскажи он говорит я выхожу и он выходит мне навстречу и мы как друг друга увидим как побежим в разные стороны ягра сколько на него было ну метров 200 то есть он 200 метров это как бы ну вот там где-то где-то далеко вот и наш товарищ побежал и медведь тоже не хотела тоже побежал так в общем-то мы и не встретились друзья я думаю что проблема медведей это все-таки проблемы региональные если вы туда собираетесь то либо вот готовьтесь будьте готовы выполнять определенные правила но если вы считаете что действительно опасность существует то я думаю нужно находить таких гидов которые взяли бы на себя не только ваше обеспечение вашего прохождения маршрута но и обеспечение безопасности напишите пожалуйста если вы встречали такую услугу или может быть кто-то даже ее оказывает ну а так желаю вам безопасных походов желаю не встречаться в лесу с медведем и прошу не мусорить в лесу всем хороших походов до встречи в поле